Всем привет, дорогие друзья! Ну и неделька выдалась, огонь! Приезд Жоао Марио мы с вами уже обсудили более-менее детально. Я надеюсь, что получится делать еще одно видео про него, уже про конкретно детали его игры. Но были темы на этой неделе, которые требуют обсуждения. Это итоги жеребьевки Лиги Чемпионов. Ролик накануне самой жеребьевки тоже делал, рассказывал обо всех командах, но теперь уже можно обсудить и итоги. И непосредственно команды, которые нам попались, это Ювентус, Байер, Атлетика Мадрид. И была еще одна довольно большая тема, которая через всю неделю пронеслась. Это вероятный, возможный уход Миручуков куда-либо, либо конкретно в Зенит. Тоже очень много было копий сломано, очень много обсуждений было. И на фоне этого еще проскочила новость об уходе Кирилла Щетинина из Академии. О Кирилле я рассказывал в одном из предыдущих выпусках Ежевлога. Поэтому эта тема, конечно, тоже для меня интересна. Но она общая, потому что мысли, в принципе, тоже более-менее общие. Ну, погнали! На жеребьевке локомотив выточили в группу к Ювентусу, Байеру и Атлетико Мадриду. Группа, конечно, огонь получилась. И одна из сильнейших групп по составу, если смотреть даже по стоимости трансфер-маркта, нет ни одной команды стоимостью ниже 100 миллионов. И все там от 400 и выше, если не брать нашу команду, у которой всего там около 130. Когда накануне жеребьевки Лиги Чемпионов я записывал ролик с своей собственной жеребьевкой и рассказом о том, как я отношусь к каждой из этих команд, Ювентус был одной из тех команд из первой корзины, которой я хотел больше всего. Вот, причин довольно много. Во-первых, Турин это город, в который достаточно легко попасть. Он находится недалеко от Милана, а в Милан летает большое количество авиарейсов, не очень дорогих. При этом Италия это красивейшая страна. Побывать в Милане, побывать в Турине, побывать в Бергамо, на озере Коман, в Генуе. Там огромное количество точек, к которым можно доехать из Милана просто одним днем. Это очень здорово, очень интересно. И я уже, забегая вперед, я уже оформил себе поездку в Турин в конце октября. Так что надеюсь, что оттуда получится что-то для вас поснимать и рассказать. При этом Ювентус это грант европейского футбола. Играть с такими командами всегда интересно. Если в прошлом году к мотиву попались Порту, Шальки и Галтасарай, которые не оставили ощущения Лиги Чемпионов, то в этом году такой проблемы не будет. У нас уже есть Ювентус, и это сразу дает статуса всей нашей Лиги Чемпионской компании. Там есть Криштиану Роналду, на него обязательно придет большое количество народу. И той проблемой, которая была у нас в прошлом году с заполнением стадиона, ее уже 100% не будет. При этом Ювентус проходит сейчас стадию перестройки. С ним будет невероятно сложно играть, потому что у него сильнейшие футболисты на каждой позиции. Они могут позволить себе практически любого игрока мира, как они забрали Криштиану Роналду из Реала. И тем не менее, играть с ними будет можно. Потому что ни одна команда не проходит безболезненно стадию перестройки, а у Ювентуса она сейчас очень серьезная, и привыкать к требованиям Сарри игрокам придется довольно долго. Наверное, шансов набрать очки у Локомотива с Ювентусом не так уж много. Но тем не менее, они есть. Если бы мы играли с условным Манчестер Сити, я бы поставил 0% на то, что Локомотив наберет хотя бы 1 очко с Ювентусом. Эти шансы все-таки сохраняются. Из второй корзины нам достался Атлетико Мадрид. И это, наверное, команда, которую я меньше всего хотел. Несмотря на то, что Мадрид это классный выезд, Мадрид это классный город, и я обожаю Испанию, мы уже играли с Атлетико Мадрид. И это были те игры, которые не очень хочется вспоминать. Отвозили нас тогда прилично. Атлетико Мадрид сейчас тоже проходит стадию перестройки, но пока там Симеоны, ждать то, что они сильно отойдут от своего стиля, не приходится. Они все так же будут душить, душить, душить и планомерно додушивать до состояния, когда они уже спокойно забивают гол и спокойно отобраняют свои нули. В общем, Атлетико снова в очередной раз будет претендентом на высокие места в Лиге Чемпионов, а нам с ними играть максимально некомфортно. Очень жалко, что из всей второй корзины, в которой было не очень много хороших вариантов, но каждый из них все-таки был поинтереснее, чем Атлетико, нам попалась именно команда Симеоны. Ну что ж, это к тому же еще и интересный повод узнать, насколько мы выросли за тот период, который прошел с наших предыдущих встреч. Выросли ли Мирончуки? Выросла ли команда? Побежит ли она забивать и пропускать 5 мячей в ответ? Узнаем. Это должно быть интересно, но очень сложно. Здесь, мне кажется, набрать очки будет сложнее, чем с Ювентусом. Не очень повезло и с командой из третьей корзины. Там выпал Байер Ливеркузен, и это очень сложный соперник. С немцами нам играть тяжело. Не только нам, как Локомотиву, но и вообще всем российским командам почему-то с немцами ужасно не везет. Даже если просто посмотреть по трансфер-маркту, команда стоит 400 миллионов, и там есть футболисты, которые стоят 90 миллионов и выше, как тот же Хавертс, молодая звездочка Байера 04. Из третьей корзины нам могли попасться Динамо, Загреб или Брюги. Команды, которые, в принципе, сопоставимы по уровню с Локомотивом, и мы могли бы вполне рассчитывать хотя бы на выход в Лигу Европы. Сейчас в такой группе мы не можем с уверенностью говорить, что вот, Локомотив обязан занимать хотя бы третье место. Не говоря уж о том, что Локомотив должен вообще выходить в плей-офф. Хотя именно о таком нам недавно говорил Василий Александрович Кикнадзе, что наш состав позволяет выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Но вот смотришь на эту группу с Ювентусом и Атлетико, и думаю, что, наверное, кажется, наш генеральный директор немножко преувеличил обыгрывать и Байер, и Атлетико Мадрид, и Ювентус. А обыгрывать кого-то придется, если мы хотим выходить в плей-офф. Мне кажется, будет чрезвычайно трудно. Но, тем не менее, я думаю, что наша команда действительно выросла за этот год. Сейчас показывает футбол немножко другого уровня. И мне кажется, что даже несмотря на то, что группа стала гораздо сильнее, чем в прошлом году, очков Локомотив может набрать даже больше. Зацепить что-то с Байером, зацепить что-то с Ювентусом в домашних матчах, что-то зацепить на выезде и показать результат выше, чем в прошлом году. Показать то, что Локомотив прибавил и уже готов соперничать с такими вот серьезными командами. Но, когда я смотрю на наш состав, смотрю на крайних наших защитников, я просто не понимаю, как мы будем противодействовать всем этим командам, которые здорово бегут, которые здорово атакуют именно по флангам. Обводки один в один, проходы, постоянные смещения. Кто будет у нас защищаться? Я понимаю, что Влад Игнатьев очень хотел сыграть с Криштиану Роналду. Я понимаю, что и Дову закрывал Месси, что Рыбу забивал Атлетико Мадриду. Но я смотрю на чемпионат России и вижу, что у нас проблемы возникают в каждом матче с игроками. Уровня гораздо ниже, чем то, что нам предстоит в Лиге Чемпионов. И если до жеребьевки еще можно было надеяться, что вот нам попадется Брюгги или Загреб или Бенфика, и мы как-то отзащищаемся и наберем свои эти очки, то после жеребьевки я этого просто не понимаю. Наверное, единственный вариант, при котором Локомотиву что-то светит, это, кроме того, что мы сейчас на флажке внезапно арендуем какого-нибудь топового крайнего защитника, это переход на систему в три центральных. Это, наверное, Хеведос, Кверквелли, Чурлука, может быть, Мурила вместо Кверквелли, может быть, вместо кого-то еще. У нас защитники любят выпадать в последний момент перед игрой. Но, тем не менее, кажется, что без схемы в три центральных защитника здесь просто не обойтись этим. Мы хоть как-то нивелируем наши постоянные провалы. Но, как показала игра с Краснодаром, даже это не панацея. Все равно крайние защитники могут на пару придумать гол из ничего в наши ворота. Но посмотрим. Есть еще примерно полмесяца до первой игры в Лиге Чемпионов. Первой у нас выпал Ливер Кузен. Выезд и самая, возможно, важная игра прям с ходу, с налету. Если мы там сцепляем очки, то дальше вполне можем претендовать на выход хотя бы в Лигу Европы. Если мы там, как и в прошлом году, сразу отлетим 0-3, то, наверное, будет очень грустно. И в дальнейшем будем смотреть и надеяться, что Локомотив просто покажет достойную игру против сильных команд. Еще одна тема, которая всплыла после жеребьевки Лиги Чемпионов, это стадион, на котором будет проходить все это действие в Москве. Локомотив запустил уже рекламную акцию, что Лига Чемпионов в этом году в Москве только у Локомотива. И объявили о том, что это все будет на РЖД-арене. До этого было много разговоров о том, что, возможно, Локомотив хочет в Лужниках принимать матчи Лиги Чемпионов. Честно говорю, что мне вариант с Лужниками нравился гораздо больше, хотя знаю, что это мнение не самое популярное. И среди болельщиков многие не хотели бы, чтобы из нашего дома, из РЖД-арены, из Черкизова Лига Чемпионов уезжала в Лужники. Но я человек эгоистичный, я думаю в основном о своей выгоде. И мне кажется, что проблем с тем, что матчи пройдут именно на нашем не очень большом стадионе, 27 тысяч примерно вмещает. Их будет очень много, потому что уже объявлено о том, что продажа будет пакетная. Скорее всего, очень много пакетов выкупят. И люди из регионов, люди, которые не могут посетить все три матча, как вот, например, я, по определенным обстоятельствам, ну, в любом случае не посетил бы все три матча Лиги Чемпионов, мне пакет не нужен, он будет слишком дорог для меня. Купить билеты на отдельный матч будет невероятно тяжело в Черкизово. А в Лужники с этим бы, скорее всего, проблем таких глобальных бы не было. Не говоря уж о том, что в Лужниках, скорее всего, Локомотив бы и заработал принципиально больше. Но решение принято. На этом решении, насколько я знаю, очень сильно настаивал Палыч. И вся команда хотела играть именно на родном стадионе. Будем надеяться, что родные стены помогут команде. И тем самым будет понятно, что решение о не переезде в Лужники, а игре именно на РЖД-арене будет абсолютно правильно. Второй темой недели стали постоянные новости со всех инсайдерских каналах, интервьюшки всех причастных лиц о том, что Зенит вновь заинтересовался Мирончуками. Высказались Конов, высказались Уткин, высказался Кикнадзе и Медведев, руководитель Зенита. И все-все-все, кто мог только высказаться на этой теме, вдруг, внезапно, под конец трансферного окна, решили рассказать о том, что Зениту Мирончуки интересны. Но это, наверное, понятно. Мирончуки сейчас любому российскому клубу интересны. Вопрос в цене и вопрос в том, хотят ли сами Мирончуки уходить в какой-либо российский клуб. Ответ они давали однозначно уже несколько раз. Они давали это в шоу «Красава», Антон Мирончук давал ответ в «Локоликс» с Кириллом Брейда. Не хотят, не хотят ребята покидать «Локомотив» и уходить в другой российский клуб. В этом нет никакого смысла. «Локомотив» сейчас всегда борется за первые места. Самим Мирончукам в «Локомотиве» комфортно. Палыч им доверяет, всегда ставит состав. Да и зарплатные условия у ребят очень и очень неплохие. Да, наверное, «Зенит» и «Спартак» могут предложить больше. Но это та ситуация, когда деньгами всего не купишь. И та стабильность, которая здесь есть у Мирончуков в «Локомотиве», она тоже очень многого стоит. Мирончуки хотят уехать в Европу. И тоже об этом прямым текстом много раз говорили. Клуб тоже говорит о том, что не будет препятствовать отъезду Мирончуков в Европу, если поступит достойное предложение. Но здесь и сейчас Леша и Антон должны помочь команде в Лиге Чемпионов. Я думаю, что это абсолютно правильное решение. После прошлой Лиги Чемпионов осталась недосказанность. Оба брата проявили себя неплохо в прошлой Лиге Чемпионов. И отдавали и забивали, в том числе против Порту, сильнейшей команды нашей группы. Но все равно есть эта самая недосказанность. И результаты команды были разочаровывающие. Братьям есть что сказать о себе еще в Локомотиве. И в том числе в этом плане жеребьевка Лиги Чемпионов. Снова сыграть перед глазами Симеона, который отмечал игру братьев еще 2 года назад. Возможно, он видит то, что зря были потрачены 120 миллионов на фелишек. Можно было купить двух братьев и было бы гораздо больше толку. Сыграть против Ювентуса, против Байера, это все-таки в гораздо большей степени заявить о себе, чем играя против Галатасарая или Шальки 04. Уходить внутри России для Миранчуков нету вообще никакого резона. Но мы знаем то, что здравый смысл это далеко не то, чем руководствуются футбольные клубы при осуществлении сделок. И вполне допускают ту ситуацию, что ни Локомотив, ни самих Миранчуков особо и спрашивать не будут. У Зенита есть довольно серьезные рычаги давления. И если они на кого-то нацелились, то они сделают все, чтобы этого игрока получить. Да, это будут, наверное, очень большие деньги. Ну, то есть в районе 30 плюс миллионов за каждого из братьев. Локомотив на эти деньги сможет найти замену для Миранчуков, хоть какую-то, скорее всего, иностранную. Но все-таки 30 миллионов это довольно весомая сумма. И купить игрока на эти деньги можно при всей любви к братьям. Думаю, что они такие не одни на целом свете, умеющие играть в такой футбол. И все-таки не хотелось бы видеть Миранчуков в Зените. Очень хочется. И мне кажется, что клуб нас очень сильно подготавливает к тому, что зимой кто-то из этих двух, либо Антон, либо Алексей, локомотив покинет. Отыграет Лигу чемпионов. Может быть хорошо, может быть плохо. Но зимой с кем-то из них мы расстанемся. Многие интервью, которые были даны на эту тему от наших официальных лиц, они подчеркивают то, что в это трансферное окно мы вообще не разговариваем о продаже братьев. Они нам нужны в Лиге чемпионов. А вот в следующем все возможно. Вполне допускаю то, что есть уже даже какие-то предметные разговоры и предметные какие-то наработки именно на зимнее окно. Другая тема, она смежная и тоже связана с Зенитом. Это уход Кирилла Щетинина. Говорят о том, что именно в питерский клуб собрался один из лучших футболистов 2002 года рождения. Кирилл это лидер сборной России. Он забивает мячи в достаточно важных матчах. Он играет за молодежную команду. Принял участие во всех семи матчах. Гол Уралу был сколь важным, столь красивым. Есть у Щетинина умение резко просочиться в штрафную. Есть у него удар. И голевая передача в матче с Краснодаром на победный. Гол тоже была красивой. И тоже именно за авторством Кирилла Щетинина. В общем, этот футболист явно обладает футбольным талантом. И можно надеяться на то, что из него получится футболист неплохого уровня. И многие стали паниковать и говорить, как же так, отпускаем свою молодежь. Вспомнили как раз переходы Алексея и Антона Мирончукова, вероятные, в Зенит. Вспомнили Карапузова, который на днях все-таки нашел свой клуб. И этим клубом оказалось Динамо. Молодых воспитанников очень много. И кто-то из них регулярно покидает наш клуб. Это нормально. Точно так же, как нормально то, что кто-то из других клубов переходит в локомотив. Так, например, прошлой зимой наш клуб пополнили Никита Иосифов, Деннис, Файзулин. Ребята 2001 года рождения, которые очень здорово играют. И за год доросли до Казанки. А сейчас, глядя на эту Казанку, увидишь, что они там лидеры и играют очень здорово. Приходят нам ребята из Динамо, тот же Демьянов. Приходят ребята из ЦСКА. Сильянов, крайний защитник. Это все тоже игроки довольно высокого уровня. В разное время они играли в сборной России по своему возрасту. Это нормально. Я не знаю почему, но молодые футболисты постоянно, как тараканы, бегают между клубами и ищут для себя лучшей жизни. Просто один пример. Илья Грицак. Он забивал гол в финале Кубка РФС 2001 года рождения, который дал нам гарантированную путевку в Лигу Чемпионов. Она нам не понадобилась. Локомотив и так прошел в Лигу Чемпионов. Но если что, команда 2001 года рождения завоевала путевку в юношескую Лигу ЕФА через путь Чемпионов стран. Тогда Грицак играл в основе, забивал, в том числе в финале, первый гол как раз в ворота Зенита. И весной Зенит, который решил собрать хорошую команду, забрал его к себе. Он выходил в нескольких матчах молодежного первенства, но практически не играл. Там в свои есть герои в молодежной команде Зенита. И в этом сезоне окончательно сел на лавки, после чего вернулся домой в Локомотив. Буквально и полугода не прошло. И зачем нужно было искать лучшей жизни и уходить в Зенит, вообще непонятно. Но теперь у нас есть Илья Грицак. И он будет, видимо, закрывать позицию левого полузащитника, левого нападающего, как раз вместо Щетина. В общем, постоянный круговорот футболистов. Очень жалко, что те, на кого ты рассчитываешь, думаешь о том, что вот они должны быть героями Локомотива. И ждешь на РЖД-арене, уходят. Я, например, говорю сейчас о Владе Карапузове. Я очень хотел увидеть этого парня на сборах. Очень хотел увидеть этого парня в основе Локомотива. Я думаю, что у него есть для этого все нужные данные. Но этого не случилось. Он будет играть за Динамо. Я не знаю, как. Может быть, его сходу начнут ставить в состав. Может быть, он будет играть за молодежку. Это его выбор и его футбольная судьба. Так бывает. Все равно остаются другие ребята, которые дорастут, которые никуда не уходят. Или наоборот, которые приходят к нам извне. И за них мы тоже будем болеть и переживать. В общем, не расстраивайтесь. Это постоянная история о том, что кто-то куда-то переходит. Или даже довольно сильные футболисты, на которых ты рассчитывал и думал, что они должны переходить из молодежки в казанку и затем в основу. Не будем долго расстраиваться. Впереди нас ждет матч с Ростовом. Матч очень важный. Матч перед перерывом. Матч за первое место. Нам обязательно нужно побеждать. Наверняка мы даже в случае победы это первое место будем делить с кем-то. Потому что там аж пять претендентов. И Ростов один из них. Но побеждать нужно. У нас все для этого есть. У нас появился Жуау Марио. Дебюты которого мы, я думаю, все ждем. Билетов на матч с Ростовом все меньше и меньше и меньше. Так что должно быть очень интересно. Ну, как обычно, после матча с Ростовом у нас будет стрим, на котором все детально обсудим. Ну, а на сегодня все. Пока.